В декабре 1972 года 50 лет со дня образования Союза Советских Социалистических Республик. С точки зрения власти и, прежде всего, КГБ, обстановка в стране вызывает озабоченность. В феврале 1972 года председатель КГБ Андропов пишет в ЦК КПСС записку в связи с предстоящим приездом в СССР знаменитого немецкого писателя Генриха Бёля. Глава КГБ Андропов рекомендует поручить секретариату Союза писателей СССР провести с Бёлем беседу, в процессе которой рассказать о слухах, распространяемых Солженицыным. Уже опубликованы в сам издате Солженицынские романы «Раковый корпус» и «В круге первом». Интеллигенция вовсю читает их. Уже написан архипелаг ГУЛАГ. В декабре 1971 Солженицын написал поминальное слово на девятый день со дня смерти бывшего редактора «Нового мира» Александра Трифоновича Твардовского. Солженицын пишет. «Есть много способов купить поэта. Для Твардовского было избрано отнять его детища, его страсть, его журнал. Разогнали наш единственный журнал. Думают, победили. Безумные. Когда раздадутся голоса, молодые и резкие, вы еще как пожалеете, что нет с вами этого терпеливого критика. Вам впору будет землю руками разгребать, чтобы Трифоновича вернуть до посла». Это поминальное слово опубликовано 5 января 1972 года в выпуске номер 23 Самоиздатовского правозащитного бюллетеня под названием «Хроники текущих событий». Печаталось это на машинке, в том числе и у меня дома. Я работал в Институте физики твердого тела, а там достаточно много ксероксов было. Ну, думаю, что не по этой причине, но меня вызвали в КГБ, достаточно сурово со мной разговаривали, а потом спрашивали про ксероксы, как к ним организуется допуск. Вот, никак, естественно. Но, тем не менее, директор этого института меня попросил вон. В январе 1972 года из всех библиотек изымаются и уничтожаются все экземпляры повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича». В 1972-м идет спланированная в 1971-м операция по искоренению правозащитного самоздата. Глава КГБ Андропов пишет. Последние годы среди интеллигенции и молодежи распространяются идеологически вредные материалы по политическим, экономическим и философским вопросам. Литературные произведения, коллективные письма, воспоминания жертв культа личности. Это вредит воспитанию советских граждан, особенно интеллигенции и молодежи. Ну вот как раз по 24-м делу меня вызвали на Малую Лубянку. Там сидит капитан, который и собственно ведет допрос. Этот капитан решил поговорить со мной на отключенные темы. И говорит мне, «Юрий Павлович, вот вы там занимаетесь науками». Вы не представляете, какие темные силы в стране растут? Я говорю, ну вы же авторы этих темных сил, вы-то с ними и воюете. Ну, на этом мы расстались. Идут обыски и аресты в Москве, Ленинграде, Вильнюсе, Новосибирске, Умане, Киеве. В связи с визитом в СССР президента США Никсона в милицию вызывают правозащитников и участников движения за право выезда евреев в Израиль. Берут подписи о несовершении общественных акций во время визита Никсона. В Минске, Риге, Кишиневе отмечены случаи, когда евреям не продают билеты в Москву. В 1972 году карательная психиатрия в СССР переживает один из пиков своей активности. Первый был еще при Хрущеве в 1961. В 1972 году из 24 арестованных за антисоветскую деятельность и направленных на экспертизу в Институт Сербского 20 человек признаны невменяемыми. То есть открытая критика режима приравнивается к психическому заболеванию. Еще в 1969-м Андропов направил в ЦК предложение об использовании психиатрии в борьбе с диссидентами. За этим следует постановление Совмина, обязывающее врачей составить пересекти психических заболеваний, в соответствии с которым обвиняемые могут направляться в спецбольницы МВД СССР. 22 февраля 1972 года на свободу выходит правозащитница Наталья Горбаневская. Она провела два года в доме, в том числе 9 месяцев в Казанской спецпсихиатрической больнице. Горбаневская вспоминает, дело было не в сроках, а в принудительном лечении галлоперидолом, применение которого признано пыткой. В начале 1972 года в СССР открываются еще две спецпсихбольницы в Благовещенске и Козылорде. 23 января 1972 года после пятилетнего заключения из Владимирской тюрьмы выходит издатель одного из первых самбуздатовских журналов Александр Гинсбург. Ему запрещено жить в Москве. Селиться может за 101-м километром. Гинсбург выбрал старинный город Тарус. Летом 1972 года в Тарусу Гинсбург приезжает Женицын. Они несколько часов разговаривают на берегу речки Таруски. В это же время в Тарусе почти постоянно живет Ариадна Эфрон, дочь русского поэта Марины Ивановны Цветаевой. Муж Марины Ивановны Цветаевой и отец Ариадны Сергей Эфрон 60 лет назад, 7 июня 1912 года, сидя на том же месте, где в 72-м сидит Солженицын, пишет с сестрам в Москву. Сейчас я в Тарусе. Здесь очень и очень хорошо. Мы живем в старинном домике, украшенном старым липовым садом. За кофе, чаем проводим по часу-полтора. Старая допотопная Тьё обращается с нами как с детьми, рассказывает тысячу своих воспоминаний. Меня она называет Цирош, а Марину – Мусия. Старая Тьё – швейцарка, бонна еще ее матери. Марина Ивановна у матери в записных книжках пишет. К своим детям была строга, в лицо ругала, втайне гордилась. Воспитывала нелепо. Мама, а что такое Бонапарт? Тебе 6 лет, и ты не знаешь, что такое Бонапарт. Моя дочь. Но откуда я могу знать, мне же никто не говорил. В воздухе носится. Марина Ивановна о ней пишет. Аристократизм, безукоризненность, когда нужно лед. Внешняя скромность, в одежде, в привычках. Мама, а что такое социализм? Когда дворник придет у тебя играть ногами на рояле, тогда это социализм. Она была прекрасная пианистка. Марина Ивановна о ней пишет. Ах, забыла! Страстная любовь к евреям. Гордая, вызывающая. Тогда, в кругу великого князя Сергея Александровича, старых монархистов, профессоров, придворных. Она же жена тайного советника и профессора лица, близкого ко двору. Она рано умерла. Здесь, в Таруси. Ее дочки были маленькими. Их отец, Иван Владимирович Цветаев, профессор Московского университета, высших женских курсов и консерватории. 25 лет директор Румянцевского музея. Основатель, создатель, собиратель музея изящных искусств в Москве. В 1972 году исполняется 60 лет Музею изобразительных искусств. В прошлом – Музею изящных искусств имени императора Александра Третьего. Его открывали 31 мая 1912 года. Муж Марины Цветаевой, Сергей Эфрон, пишет сестре из Таруси. Я был на открытии музея. Продолжение всего молебна стоял в двух шагах от государя и его матери. Очень хорошо раздел его. Наружность мне императора. На открытии были все высшие сановники. Если бы ты знала, что это за развалившиеся старики. Я был самым молодым. В прекрасном взятом на прокат фраке и шапокляке. Чувствовал себя непринужденно и держал себя поэтому прекрасно. Он женился на Марине Цветаевой в том же 12-м году. Познакомились в Коктебеле у Максимилиана Волошина. Ему 17, ей 18. Она уже публикуется. На ее первые две книги дают отклики Гумилев, городецкий Брюсов. Она с мужем едет в свадебное путешествие в Италию, Францию и Германию. Возвращаются в Москву. Покупают дом на Полянке. В сентябре 12-го года рождается их дочь Ариадна. Сергей Фрон еще не закончил гимназию. Подготовке к экзаменам мешает болезнь. Он лечится от туберкулеза. Поэтому семья основное время проводит в Карыму. Выступают на литературных вечерах. Она с сестрой Анастасией, с мужем и с Волошиным. Она переписывается с философом Розановым, уже не молодым человеком, давним знакомым ее отца, которого она никогда не видела. Она ему пишет о своем муже. Если бы вы знали, какой это пламенный, великодушный, глубокий юноша. Я постоянно дрожу над ним. От малейшего волнения у него повышается температура. Мы никогда не расстанемся. Наша встреча чудо. Он мне самый родной на всю жизнь. Он необычайно и благородно красив. Прадед его с отцовской стороны был раввином, детсматеринской, великолепным гвардейцем Николая I. Сережа соединены, блестяще соединены, две крови, еврейская и русская. Мать его была красавицей и героиней. Мать его урожденная Дурново. Елизавета Дурново в юности входила в революционно-террористическую организацию «Народная воля». Потом, вырастет детей, вступила в партию эсеров. Год провела в Бутырке. Жизнь покончила самоубийством. Через год после этого ее сын знакомится с Мариной Цветаевой. В июне 2014 года, за два месяца до начала войны, Сергей Фрон сдает экстерном экзамены в гимнастике. Через месяц начинается Первая мировая война. Сергей Фрон рвется в армию, хотя по болезни освобожден от воинской службы. Попадет на службу в санитарный поезд. Цветаева приезжает из Коктебеля в Москву. Переезжает в новый дом в Борисоглебском переулке. Пишет. В смысле, пишет стихи. Внешние события ее не затрагивают. У нее, любящей жены и матери маленькой дочки, страстный роман с женщиной. Роман этот дает поток стихов. Много лет спустя Цветаева напишет. Земная любовь женщины к мужчине и мужчины к женщине – скука. А любовь женщины к женщине и мужчины к мужчине – жуть. Роман ее завершится знаменитым стихотворением. «Хочу у зеркала, где муть и сон туманище». Она печатается. Она знакомится с Мандельштамом. Пишет стихи Блоку. Она невероятно прогрессирует, как поэт. 16-й год для нее блестящий. Сергей приезжает в Москву, сюда, в дом в Борисоглебском. Пробудет недолго. Командирован в школу прапорщиков. Знакомый Цветаевой, встретивший Сергея Эфрона в подготовительном учебном батальоне, пишет ей. «Вчерашний день я провел с Сережей. Я сразу полюбил навсегда этого очаровательно отсутствующего человека с его совершенно невинно детским отношением к жизни». Жизнь усложняется. Царь отрекается от престола. Цветаева пишет у наследники. «Ласковая ты, Россия, Матерь! Ах, уже ли у тебя не хватит на него любовной благодати? Грех отцовский не карай на сыне. Сохрани крестьянская Россия царскосельского ягненка Алексея». Через семь дней после этих строк у Цветаевой рождается второй ребенок. Ждала сына. Родилась дочь. Эфрон ждет отправки на фронт, но на фронт не поедет. Он получает назначение в запасной пехотный полк в Москве. Пишет Волошину в Коктебель. «В Москве голодные хвосты, наглые лица, скандалы, драки, грязь и толпы солдат в трамваях. Все полны кипучей злобой, которая вот-вот прорвется. Я сейчас так болен России, так оскорблен за нее». В 1972 году, 3 сентября, писатель Юрий Нагибин в дневнике пишет «Приятная встреча в ЦДЛ с Антокольским. Он пригласил меня за стол к Евтушенко. Но сам Антокольский не дождался моего прихода, напился и уехал домой». Поэт Павел Антокольский был добрым знакомым Цветаевой. Она называет его Павлик. Это 18-й год. Он в гимнастическом мундирчике. Он пропадает у нее в Борисоглебском. Антокольский об их общении в 18-м году скажет «Это называется сидеть в облаках и править миром». Он познакомит ее здесь со своим приятелем, будущим известным режиссером Юрием Завадским. Антокольский – свидетель страшнейших для Цветаевой 19-20-го годов. Эфрон в добровольческой армии. Она ничего о нем не знает. Она с двумя детьми в голодной Москве. Из ее записной книжки 19-го года. «Муки нет, хлеба нет». Под письменным столом фунтов 12 картошки. Жена Сапожника, живущего теперь в нашем доме, недавно дала мне детскую карточку на обед. По этой карточке получаю еду в пражской столовой на Причистенке. Прибегаем с Алей домой. Первым делом отвязываю Ирину от стула. Стала ее привязывать после того, как она однажды в наше отсутствие съела из шкафа полка чина сырой капусты. Раздуваю угли, разогреваю, весь обед по дну кастрюльку. Суп вроде каши. Едим. Укладываю Ирину, курю, пишу. Мне никогда не приходилось искать стихов. Стихи сами ищут меня. В таком изобилии, что я прямо не знаю, что писать, что бросать. Все стены исписаны. Иногда даже пишу так. Справа страницы одни стихи, слева другие. Еще сбоку строчка еще стихов. Рука летает по всей странице, от одного к другому, чтобы не забыть, уловить, удержать. Рук не хватает. Потом Ирина просыпается. Разогреваем остаток супа. Вылавливаю самовара, застрявшую в грубине, картофелину. Пилю и рублю дрова на завтра. Хожу и сплю в одном и том же коричневом, каждый безумно севшем платье. Все прожжено от углей и папироса. Аля пишет мне письма. Это такая система отношений между дочерью шести лет и матерью, с которой она на вы по имени. Из писем Али к Марине. Марина, я понимаю, что такое жить с вами, Господи. Всякий мужик, который побудет с вами неделю, станет похож на вас. Марина, мне нужно дать вам хлеба, душу, тепла, время. Я буду писать тысячи книг о вас и про вас. Я дам вам себя, дам вам все свои миры. О, зачем я не мальчик? У мальчиков нет столько пороков, сколько у девочек. Чтобы ее дети выжили в голод, она почему-то совету отдает их в приют. Ее уверили, что в приюте будут кормить. Приют в Кунцево, где потом будет сталинская дача. Ее напутствие Аля. Аля, главное, ешь побольше, не стесняйся, объедай их вовсю. Я только для этого тебя туда посылаю. Если тебя будут бить, бей. Не стой опустив руки. А то тебе проломят голову. Аля и в приюте в своей тетрадке пишет письма Марине. Марина, я совсем ужасно себя чувствую. Здесь нет гвоздей, а то бы я давно повесилась. Я в первый раз в жизни в таком отчаянии. Цветаева едет в приют. Точнее, кто-то подводит совсем немного. В основном пешком. Она напишет в записной книжке. Зима, снег, хромые башмаки. Калош нет. Тоска, ужас, метель. Несу Аля два куска сахара. Наконец, приют. Воды нет. Врача нет. Лекарств нет. Безумная грязь, лютый холод. На обед в мелкой тарелке вода с несколькими листиками капусты. Хлеба нет. На второе ложка чечевицы. Чтобы продлить удовольствие, дети едят чечевицу по зернышкам. Дети поменьше, съев, плачут. Есть ходца. Двухлетняя Ирина в грязном донельзе розовом. Дет до пят. Худая, вытянутая шея. Остриженная голова. Аля лежит под ватным рваным одеялом. У нее малярия. Кто-то из детей убегает и кричит. А больным сегодня второго не будет. Алю Цветаева заберет домой и выходит. А Ирина в приюте умрет. Из записной книжки Цветаевой. Не видела ее больной. Не присутствовала при ее смерти. Не видела ее мертвой. Не знаю, где ее могила. Зачем она пришла? Голодать, петь ай-ду-ду, слушать окрики. Таинственное существо в таком ужасном розовом платье. В чем ее схоронили? И шубка ее там осталась. Сергей Эфрон за это время проходит весь путь добровольческой армии. Начиная с Дона. Он участник легендарного ледяного похода в марте 18-го. Шли тогда кто в офицерских шинелях, кто в пальто, в сапогах, в валенках, в опорках. Гимнастические фуражки. Деникин в штатском городском костюме и в сапогах с рваными подошвами. Из вооружения 8 трехдюймовых орудий, 6 снарядов, 200 патронов на винтовку. Это было славное и героическое начало белого движения. Потом был поход на Москву и отступление в Крым. И дальше изгнание из России. Илья Оренбург найдет Сергея Эфрона, сообщит Цветаевой. Цветаева уедет к мужу. О прошедших четырех годах скажет. Москву 18-го, 22-го годов я прожила не с большевиками, а с белыми. Любовь к белым от заведомости их гибель, их и их дело. В 72-м году в эмигрантском издательстве «Имко Пресс» впервые полностью напечатан цикл стихов Цветаевой «Лебединый стан». Стихи 17-го, 20-го годов посвящены белому делу. И в то же время, в 72-м, 4-го июня, будущий лауреат Нобелевской премии поэт Иосиф Бродский выслан из СССР. По пути в аэропорт Пулково он пишет письмо Брежневу. «Переставая быть гражданином СССР, я не перестаю быть русским поэтом. Я верю, что я вернусь. Поэты всегда возвращаются. Воплоти или на бумаге». Бродский о Цветаевой говорит. Я познакомился со стихами Цветаевой лет в 19-20. Цветаеву по тем временам читал, разумеется, не в книгах, а в самоздатской машинописи. Я испытываю абсолютное остолбенение перед ее поэтической силой. После ее поэмы «Горы» ничего из того, что я читал по-русски, не производило на меня того впечатления, какое произвела Цветаева. 1 августа 1925 года семья Цветаевой приезжает в Прагу, один из центров русской эмиграции. Для Цветаевой Чехия поэтический взлет, творческий пик и мощнейшая страсть. Он Константин Радзевич, бывший мичман Черноморского флота, воевавший в гражданскую войну на стороне красных, попавший в плен к белым, чудом не расстрелянной, с уходившей добровольческой армией, оказавшейся в Турции. Там знакомится с Сергеем Эфроном. Потом оба в Чехии учатся в Прагском университете. Рассказывать об отношениях Цветаева и с Радзевичем бесполезно. Накал в стихах. Читайте поэму «Горы» и поэму «Конца». Сергей Эфрон в это время пишет письмо Волошину в Коктебель. Марина – человек страстей. Отдаваться с головой своему урагану для нее стало необходимостью. Кто возбудитель урагана – не важно. Что не важно. Важно как. Сегодня отчаяние, завтра восторг, любовь, отдавание себя с головой. И через день снова отчаяние. И все это при зорком, холодном уме. Все заносится в книгу. Все математически отливается в формулу. Громадная печь, для разогревания которой необходимы дрова, дрова и дрова. Нечего и говорить, что я на растопку не гожусь уже давно. Она сейчас живет стихами к нему. Мое сегодня – сплошное гниение. Волошин в Коктебеле дочитывает его письмо. В конце Эфрон пишет. Это письмо я проносил с месяц. Сегодня решился послать. А она успокоилась. Мы продолжаем жить с Мариной. Вместе. Он живет на пособие, которое платит чешское правительство. Она зарабатывает стихами. Живут в основном в предместях Праги. Жизнь сельская. Хозяйство – примус, вода, дрова на ней. Она вяжет. О себе пишет. Связала два шарфа. Один седой, зимний, со снеговой каймой. Другой – зеленый. Оба достались Сереже. Он в трагическом тупике выбора не носит ни одного. Когда она не вяжет, пишет стихи. Отрывается от стихов, штупает чулки. Здесь, в этом доме, в Шинорах, под Прагой, на свет появился ее сын – Георгий. Сергей Эфрон в русском журнале «Современные записки» публикует свою статью о добровольчестве. Делит добровольческую армию на чистых героев, называя их Георгиями, и преступников, мародеров, называя их Жоржиками. Георгии погибли в русских степях, а Жоржики здравствуют и политиканствуют. «Мы, – говорит Сергей Эфрон, – должны ожить, напитаться духом живым, обратившись к России, к тому, что давала нам силы на смерть. С народом за Родину!» Сергей Эфрон начинает издавать журнал под названием «Своими путями». Журнал тоненький, тираж мизерный. Он пишет, «А может быть, через советские полпредства вернутся на Родину?» И тут же себя останавливает, как рядовой боец добровольческой армии, «Я не променяю свою правду даже за обретение Родины. Между мною и полпредством лежит препятствие непереходимое – могила добровольческой армии». Отсюда, из чешской деревни Вшеноры, они уезжают в Париж. Во Франции легче заботиться о слабом здоровье Эфрона, легче публиковаться набравшему силу поэту Цветаевой. Константин Радзевич тоже приедет в Париж. Константин Радзевич, адресат поэмы «Горы» и поэмы «Конца», работает на ОГПУ, впоследствии НКВД. Сразу после Гражданской войны Москва ставит своей задачей раскол эмиграции. Применяется традиционный метод провокации. Создается якобы антисоветская группа, она демонстрирует деятельность, в нее втягиваются серьезные активные фигуры русской эмиграции и оказываются под колпаком ОГПУ. Крупнейшая акция такого рода и одна из первых – операция «Трест». Вы работали в ГПУ! Зачем это тебе? Нет. Ошифровка. А переписка когда? А ты переписывалась с ГПУ! Близкий генералам Деникину и Врангелю Чебышев напишет по этому поводу в своей статье в парижской эмигрантской газете «Возрождение». Агенты ГПУ распоряжались эмиграцией, были как у себя дома, как на Лубянке. В том числе агенты ГПУ внедряются в евразийское движение. Евразийство – движение мысли в русской эмигрантской среде, возникшее в начале 20-х. Его видные деятели – ученые разных областей знания. Религиозный философ Георгий Флоровский, географ Петр Савицкий, филолог Николай Трубецкой, искусствовед Петр Сувчинский, сын академика Вернацкого – историк Георгий Вернацкий. В сухом виде основные идеи евразийства следующие. «Россия – не Европа и не Азия, а особый мир – Евразия. Базовый элемент этого мира – православие. Российская государственность кровнородственна Византии. Западная культура ей глубоко враждебна и чужда. Европеизация есть абсолютное зло». Но этим дело не ограничивается. Поскольку евразийство возникает в эмиграции как реакция на происшедшее в России в 1917 году, оно формулирует свое отношение к русской революции и большевизму. Большевиками руководил верный инстинкт. Они поняли, что нужно ломать и строить на новом. Дальше евразийцы говорят, следует строить особый, исключительный, замкнутый мир, который базируется на одной главной идее. Носителем этой идеи будет правящий класс, объединенный в одну единственную государственно-идеологическую организацию. Евразийцы говорят, что созданная большевиками политическая структура соответствует их представлению. Есть только одно но. Евразийцы планируют сменить большевистскую элиту на евразийскую национальную элиту, то есть на самих себя. Что касается экономики, то тут евразийцы исповедуют государственно-частные принципы, то есть государственное управление экономикой при сохранении права частной собственности. Так вот, и в эту эмигрантскую организацию также внедряется ОГПУ. Муж Цветаевой, Сергей Эфрон, горячий поклонник евразийства. Цветаева у мужа, великомученик евразийства. Эфрон – редактор газеты «Евразия». Эфрон убежден, что они завтрашние победители. Он в эйфории. Цветаева тем временем работает, то есть пишет. Они вчетвером с двумя детьми живут в одной комнате на окраине, на Рюруве, рядом с бойнями. Она не видит того Парижа, который знала раньше, но у нее есть письменный стол, и она пишет. Идут ее авторские вечера. Один в церкви Богоматери Радости на улице Дальферро-Широ. Из отзывов. После блока одна у нас здесь Цветаева. Так вначале, потом разлюбят. Сергей Эфрон о жене пишет. Марина может быть единственной из поэтов, сумевшая семь лет, три в России, четыре в Чехии, прожить в кухне и не потерявшая ни своего дара, ни работоспособности. Она в час ночи в фартуке на кухне оторвалась от письменного стола и готовит еду сыну на утро. С утра пойдет на рынок. Потом стирка, штопка, готовка. И все время думает о заработке. И ждет целая книга стихов под названием «После России». Но для сдачи в набор ее надо перепечатать, а денег на машинку нет. И она переписывает от руки печатными буквами. Ее жизнь такова, что она принимает денежную помощь, когда предлагают. Много лет Цветаевой дает деньги Соломея Андроникова. Она, в прошлом петербургская красавица, адресат стихов Мандельштама. Цветаева называет эту помощь иждивением. Однажды просто попросят деньги на башмаки. Из письма к Андрониковой. Дорогая Соломея, хожу в огромных черных, еще чешских башмаках и с овчину толщиною черных чешских чулках. Всем и себе на удивление. С ногами своими незнакома. И вот она в этих огромных башмаках, толстых чулках, в фартуке ведет переписку с Борисом Пастернаком и знаменитым немецким поэтом Райнером Мария Рильке. Это олимпийская переписка на троих. Они вне времени и места. Они мечтают спуститься с небес и встретиться в каком-нибудь европейском городке. Муж Цветаевой подвязается статистам на съемках. Кинематограф представляется Эфрону спасительным вариантом. Эфрон идет учиться на высшие курсы кинематографии по Т. За его учебу надо платить. Цветаева пишет Пастернаку. Я нелюбовная героиня. Я по чести герой труда. Мои ноги герои. И руки герои. И сердце. И голова. Эфрон пишет сестре. Прожу по Парижу с киноаппаратом и кручу. Кручу в смысле снимаю. Но пока что еще бесплатно. Здесь пробиваться очень трудно. Французы националисты. Его жена в это время предпринимает попытку заполучить французского читателя. Она решила свою поэму «Молодец», написанную частушечным русским стихом, перевести на французский. Она скажет, вещь на другом языке нужно писать заново. Что и делаю. Цветаева очень рассчитывает на деньги от французского молодца. Деньги нужны и на лечение Эфрона. Параллельно с переводом она урывками пишет поэму «Перекоп». Хотя тема добровольчества уже мало кому интересна в эмиграции. В разговоре о добровольческой армии ей говорят, через 10 лет забудут. Она отвечает, через 200 вспомнят. Ее «Перекоп» не напечатают. Денег нет. А ей нужно оплачивать обучение дочери в художественной школе при Лувре. У Али очевидные способности художника. Сергей Эфрон пишет сестре в Москву. Всего неделю, как нашел временную работу. Прихожу домой без ног, без рук, а засыпаю до утра мертвецом. Самое горькое для меня – отсутствие людей, среды. Какая-то подвальная жизнь, когда напрягаешь все силы, чтобы в одиночку продержаться. Да, 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 да. Мы ходили, смотрели фильм Чупаев. И я сидел рядом с Сережей Сергеем Яковлевичем. И он смотрел так невероятно внимательно. И там есть такой эпизод, как вы помните, когда белые офицеры идут со штыками, кажется, наступают, а красные по ним стреляют, и они не отвечают на стрельбу, а идут, идут, идут. И Сергей Яковлевич схватил меня за руку и каким-то не своим голосом сказал – это же я, это же я. Марина Цветаева в своей тетради записывает. Читателя в эмиграции нет. На мои вечера годы подряд приходили все те же, приблизительно 80-100 человек. Я свой зал знала в лицо. Иные из этих лиц от времени до времени исчезали. Умирали. Моя неудача в эмиграции в том, что я по духу, по размаху там, туда, оттуда. Оттуда, значит, из России. Он пишет. Событий в моей жизни никаких. Она пишет. Здесь некому прочесть, некого спросить, не с кем порадоваться. Все заняты другим. Для завершения поэмы «Перекоп» она искала участника событий. Нашелся офицер, который теперь работает на заводе. Она просит о встрече. Он отвечает. Понимаете, по субботам мы пьем, а в иные дни некогда. Ну, так как при вас пить неудобно, значит, мы потеряем свой единственный день отдыха. Эфрон подает прошение о советском гражданстве. Он наивно пишет Горькому, чтобы Горький походатайствовал за него, бывшего офицера добровольческой армии. А Цветаева пишет. Не в Россию же мне ехать, где меня на радостях упекут. Я там не уцелею, ибо негодование – моя страсть. Знаю, что до последней строки буду писать сильно, что слабых стихов не дам. Эфрон в сестре. Единственное, чем жив, мечтою умер. О переезде. Уверен, что ждать теперь недолго. А Цветаева пишет. Там сына у меня отобьют. А во благо ли ему – не знаю. Она пытается встать на позицию мужа. Появляется цикл стихов к сыну со словами «Езжай, мой сын, в свою страну». При этом про мужа. Он совсем улетел в советскую Россию, в которой видит только то, что хочет. Эфрон манит туда детей. И сына, и уже взрослую дочь. А у Цветаевой вдруг удача. Она начала писать прозу, и она публикуется. Но он лишился работы и говорит только о возвращении. Он становится председателем Союза возвращения на родину. Это организация, которую курирует НКВД. Муж Марины Цветаевой, Сергей Фронт, начинает работать на НКВД. Теперь он постоянно занят. Лечится теперь, ездит даром. Появляются какие-то деньги, на которые учится сын Георгий. По-домашнему муж. Очень одаренный мальчик. Цветаева лепила сына с себя. Его так и называли. Маленький Марин Цветаев. Теперь он учится на деньги, полученные отцом от НКВД. И Фронт в полном нетерпении. Пишет сестре. Главная задержка в Марине. С нею ужасно трудно. Прямо не знаю, что делать. Что ужасно? Сергей Яковлевич Ифронт был совершенно прелестный человек. Прелестный. Доброжелательный. Просто добрый. Нельзя было никогда заподозрить в чем-то, не то что преступном, а в чем-то нехорошем. Прелестный был совершенно восхитительный человек, в отличие от Марины Ивановны, которая была человеком, как все говорят, гениальным, но совершенно невыносимым в общежитии. Аля вовлечена в деятельность отца. Она заражена его фанатизмом. Она уверена, что только в СССР найдет применение своим способностям. Марина Цветаева пишет в Вере Бунине. Дорогая Вера, отношения мои с Алей в последнее время верно и прочно портились. Отец ее во всем поддерживал. Вера. Она любила меня лет до 14, до ужаса. Она жила только мною. Вера. Теперь ни слова, ни мысли обо мне, ни оборота. Я в ее жизнь больше не вмешиваюсь. А раз без оборота, то и я без оборота. Вера. Теперь я для них ноша, божье наказание. Жизнь мне ведь совсем врозь. И тут же в записной книжке пишет. Живу под тучей отъезда. Не расставаться же. Аля уедет первый. Сергей Эфрон задействован в убийстве агента НКВД Игнатия Рейса, решившего не возвращаться в СССР. Делом занимается французская полиция. О сотрудничестве Эфрона с НКВД становится известно в эмигрантской среде. Его тайно вывозят в СССР. Она с сыном остается. Все отворачиваются от нее. Через год ее с сыном вывозят в Советский Союз. Воссоединение семьи Цветаевой происходит на территории подведомственной НКВД, в подмосковном Болшево. Они делят дом семьей Клепининых, таких же парижских евразийцев, как Сергей Эфрон, так же, как и он, работавших на НКВД. И моя мама, и Сережа, в отличие от меня, очень быстро поняли, что они попали в западню. Вы, кажется, это слово употребили. Это совершенно справедливое слово. И я прекрасно помню, как дача была разделена на две части, соединяющиеся, и была, значит, стенки, за стеной жили они. И я слышу громко рыдает Сергей Яковлевич, Сережа. И как моя мама кинулась туда его утешать. Сергей Эфрон живет теперь под фамилией Аля работает в журнале «Ревю де Москву», публикующем пропагандистские материалы для Запада. Аля в восторге от новой жизни. Алю арестуют первой, в августе 1939-го. Сергея Эфрона арестуют через два месяца. Клепинины, муж, жена и старший сын также арестованы. Сестра Цветаевой Анастасия в тюрьме еще до приезда Марины Ивановны. Цветаева просит главу Союза писателей Фадеева помочь с жильем. Фадеев отказывает. Разрешено поселиться за 50 километров от Москвы в Голицыно, возле Дома творчества писателей, в комнате за Курятником. Два раза в неделю, зимой, затемно, она ездит в Москву, на Лубянку, чтобы встать в длинную очередь женщин, принесших передачу своим арестованным близким. Эфрон в Бутырке. Аля во внутренней тюрьме на Лубянке. Цветаева пишет о муже письмо Сталину. «Даю слово поэта. Этот человек за Советский Союз и за идею коммунизма готов был идти на смерть». Цветаева дважды пишет «Берии». От Эфрона требуют признаний в том, что он работал на французскую разведку. Он тверд, несмотря на издевательства, на психические срывы до галлюцинации. Он говорит, что честно работал на НКВД. От Али требует показаний на отца. Марина Ивановна с сыном ютится по случайным углам. Теперь она дважды изгой, как бывшая эмигрантка и как жена и мать врагов народа. Она говорит, стихов больше писать не буду, я свое написала. Ей разрешено заниматься переводами. И значит, есть на что кормить сына. Она панически боится за него. Она не оставляет его ни на минуту. Хотя ему уже 15, он выглядит старше своих лет. Когда стала война, все куда-то разъехались, никто не знал, он пишет своей тетке, узнайте, где Митька. Он мой единственный друг. Пришлите мне телеграмму с его адреса. И потом он пишет, мы должны быть вместе. Мы одинаково думаем. Мы странные люди, мы непонятные люди. И я понял, к своему, может быть, стыду, не знаю, что я для него больше значил, чем он для меня. По-видимому, просто потому, что я был все-таки на несколько лет старше, меня барышни живо интересовали. И я не предавал, вероятно, этому общению с Муром того значения, которое оно заслужило. Он всегда в отутюженном костюме. Особым образом завязан галстук. Он парижанин. Но больше всего хочет вписаться в жизнь вокруг. А она, когда у нее иногда спрашивают, Марина, неужели в Париже вы не скучали по России? Отвечает. Моя родина везде, где есть письменный стол, окно и дерево. Так было когда-то в ее родном доме. Теперь нет никакого угла. Она скажет, уж коль впустили, нужно дать хотя бы какой-то угол. И у дворовой собаки есть конура. Лучше бы не впускали, если так. И тут же. Я не могу вытравить из себя чувство права. Мой отец поставил музей изящных искусств. В Румянцевском музее три наши библиотеки. Деда, матери и отца. Мы Москву задарили. Я имею право на Москву в порядке русского поэта, книги которого в ее лучшей библиотеке. Книжки нужны, а поэт нет. Эх вы, лизатели сливок. Я ведь не на одноименную станцию метро претендую. Потом, после начала войны, в эвакуации, в Елабуге, в Чистополе, будет отчаянно искать работу. Просят, возьмите меня домработницей. Могу мыть посуду, мыть полы. Могу быть санитаркой, сиделкой. Потом будет проситься посудомойкой в писательскую столовую. Потом повеситься в Елабуге 31 августа 41 года. Где ее могила, точно неизвестно. Неизвестна могила Сергея Эфрона, расстрелянного 16 октября 41 года. Неизвестна могила их сына, Мура, который ушел на фронт и погиб в одном из первых боев в 44 году. Аля отсидит 17 лет в лагерях из ссылки. В 72-м ей исполняется 60. В 72-м сестра Марины Цветаевой Анастасия, проведшая в лагерях 22 года, дождется выхода своих воспоминаний, правда, в сильно исковерканном виде. Марине Цветаевой в 72-м исполнилось бы 80. О ней в тот год вспомнили только в Елабужской газете «Новая Кама». Больше нигде ни строчки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова